Бывшая сотрудница социально-реабилитационного центра по делам несовершеннолетних пытается добиться справедливости. Женщина утверждает, что ее уволили после того, как она обратила внимание на множество нарушений в учреждении. Суть ситуации в том, что я, придя на работу в социально-реабилитационный центр, увидела нарушение, что и было озвучено директору. Директор управления свое поставил так, что права голоса подчиненные сотрудники не имеют, о чем был написан документ Департамента социальной защиты Эрмиш. Далее, как гражданин, так как мы живем в правом государстве, направила документы в другие инстанции и стали подтверждаться нарушения, все изложенные на бумаге. То есть трудовая инспекция дала свое заключение, выданное предписание директору, где она оштрафована на достаточно большую сумму денег. За помощью Елена обратилась к уполномоченным правам ребенка в прокуратуру, инспекцию по труду и другие организации. Горком КПРФ решил организовать пикет у Департамента соцзащиты, чтобы привлечь внимание власти к деятельности учреждения. Пикет вообще для того, чтобы обратить внимание общественности, правоохранительных органов, благодаря вам через СМИ, на проблемы, которые обнаружились в этом центре. Может быть для того, чтобы руководство департамента также приняло участие в разбирательстве, высказало свою точку зрения, объяснило, может быть, как-то позиции на камеру, прояснило ситуацию со своей стороны. Из Департамента соцзащиты к пикетчикам никто не вышел, однако ситуацию прокомментировали. В отношении работы социально-революционного центра к нам уже поступали обращения от сотрудников, в том числе и от уволенного этого сотрудника, о тех недостатках, которые она отмечала в работе социально-революционного центра. К нам проведены необходимые проверки, проведены проверки и другими надзорными органами. Грубых нарушений на сегодняшний день в работе социально-революционного центра не установлено. Поэтому что-либо еще прокомментировать по вопросу решения трудового спора я не могу, так вот это компетенция. Результаты проверок будут известны в ближайшее время. Елена надеется, что за ее руководство учреждения будут проведены кадровые перестановки, и она сможет продолжить работу в реабилитационном центре.